Голубцы из оленины и говядины. То есть там внутри у нас фарш из оленины, который мы закупаем именно у наших северных поставщиков с Наринмара. Все флаги в гости к нам, а вместе с ними и все кулинарные изыски, которыми удивят архангельские предприятия питания. Меню для гостей форума разработано. Его уже прозвали арктическим. Наши рестораны готовят деликатесы из рыбы, выпечку с северными ягодами и даже привычные непоморские блюда приобретут северный колорит. Это винегрет с груздями. То есть овощи для этого винегрета мы специально запекаем. Вы можете обратить внимание, у нас там дровяная печь находится. Ежедневно мы запекаем эти овощи, а грузди нам привозят специально из деревень. Мы заказываем, то есть солят бабушки специально для нас. Помимо бабушкиных рецептов, архангельские повара используют и секреты кулинаров 17 века. Гостям будут предложены разнообразные супы, среди которых царская уха из трех видов рыбы. Она приготовлена по рецепту, который в свое время оценил сам Петр I во время визита в Архангельск. Кстати, арктический форум приходится на время Великого поста. Тут наши рестораторы тоже подготовились. Обязательно. И первое, и второе, и салаты есть у нас, и постные по меню. Очень разнообразные блюда. И беточки пшеничные, и медик присутствуют, и мюсли. В основу арктического меню легли блюда традиционной северной кухни. Поставлять продукты будут местные производители. Объемы поставок несложно представить, ведь только в гостинице двина. Завтракать и ужинать будет свыше 400 участников форума. Мы должны людей быстро и качественно накормить с утра, потому что они с утра все уезжают дальше на форум и появятся здесь только уже ближе к ночь. Готовность ресторанов к арктическому форуму проверял Роспотребнадзор. Оценили и условия приготовления пищи, и ее качество. Предприятия прошли тщательный контроль на предмет безопасности предоставления своих услуг. Это контроль осуществлял Роспотребнадзор. Все какие недостатки были, они устранили. Так как на форуме ожидается множество иностранных гостей, меню для них уже переведено на английский язык. Стоимость также будет указана, ведь все расходы по питанию участники несут сами. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Автограф дня.